У нас есть два типа, пока что. В России два варианта основных таких вед, хотя они сами друг с другом постоянно ругаются, говорят, вот то веда, вот это не веда, а вот это вот хрен поймешь чего. Но два основных блока, это славяно-арийские так называемые и индийские, ну, кришнаиты, короче, которые. Вот, славяно-арийские, по сути, это, ну, как вчера рассказывал Игорь, то есть, ну, они есть везде, в каждой стране, вот, и в каждой стране, в каждой стране у нас является прародительницей всех остальных. То есть, там веды есть, там, супербашкирские, вот Ренат говорил, есть веды. Вот, есть белорусские, есть, там, я слышал, даже в Венгрии есть тоже, там, свои веды. Вот, в общем, каждый сам себе князек, все я чего-то там, вот, чем они отличаются от индийских, которые хотя бы по факту признаются, ну, есть их наличие, есть, вроде бы, как, даже в Индии какие-то первоисточники, какие-то документы, можно почитать. Ну, типа, вот, как Коран хранится, там есть что-то такое, типа, вот, в славяно-арийских такого нет, ну, как они говорят, что-то там есть у них, но показывать это нельзя, а то ящеры придут и все, отберут у несчастных тех, кто еще не успел прокачаться до 80-го уровня и отбивать успешно атаки ящеров. Вот, то есть, разница, в основном, вот, именно в нацизме и космологии отличаются здорово, то есть, у них образ Бога несколько разный все-таки. То есть, в славяно-арийских, вот, как мы вчера тоже общались с товарищами, у них все делится на злое и доброе, и сплошная, ну, вот, как, собственно, в марксизме, да, единство борьба противоположностей. Вот, то есть, у них есть там темные силы, светлые силы, они вечно друг с другом враждуют, вот, кто считает себя круче всех остальных, он считает себя принадлежным к светлым, естественно, вот, а все, кто не с ним, соответственно, они темные. И их надо как-то, ну, что-то с ними надо делать. Чтобы понять их теорию кармы, ну, вот, мы потихонечку будем, как бы, по их... по этой карме, так сказать, путешествовать. То есть, возьмем начальную точку, да, вот, начальную точку у них, ну, можно условно за начальную точку взять их вот планету, так называемую Кришналока. То есть, значит, у них есть, ну, аналог рая, то есть, там живет Кришна на этой планете, все там хорошо, чего не щелкни, все сбудется, какие знания хочешь, щелкаешь, у тебя они есть. Ну, в общем, все прекрасно, все там с Богом, там, боротаются, за руку здороваются, все вообще замечательно. Есть один косяк на этой Кришналоке, то, что там нельзя испытывать страдания и, ну, всякие вот такие вещи, там, нельзя страдать, не получится, там, ненавидеть кого-то тоже не получится. Ну, в общем, сплошные косяки, вот, но, как бы, хочется иногда, и поэтому, как бы, Кришна выполняет такие желания. И душа попадает из этой Кришналоки в так называемый материальный мир. То есть, там у нас не материальный мир, а вот здесь вот, ну, вот этот отстойник, материальный мир. Ну, многие его даже, там, собственно, из ведической культуры называют, там, тюрьмой для, ну, аналогом тюрьмы, скажем так, да, то есть, здесь все плохо, здесь не может быть хорошо. Вот, но, как бы, якобы, души сами приняли такие решения на Кришналоки, что, ну, вот, как бы, хочется пострадать, хочется кого-нибудь поненавидеть, ну, вообще, это круто и надо. Несмотря на то, что, в принципе, каждая душа живет вечно, жила вечно, и, как бы, все вечно вообще абсолютно. Вот. То есть, по сути, каждая душа уже должна знать, как бы, якобы, что, ну, как это ненавидеть других, как это страдать и так далее. Ну, вот, почему-то опять хочется. Ну, ладно, захотелось, идет страдать. Приходит она сначала, ну, там, там у них несколько градаций, скажем так, населенных пунктов нашей Вселенной, то есть, как бы, три основных. То есть, есть, так называемые высшие планеты, средние и низшие. Высшие планеты, это где, ну, типа, все хорошо, все такие возвышенные ходят. Средние планеты, ну, там, собственно, суть в том, что там страданий больше, чем, ой, наоборот, в высших планетах страданий меньше, чем наслаждений. На средних планетах, вот, наша Земля, собственно, относится к средним планетам, здесь пополам все. А на низших планетах там творится трэш, там, просто все месят друг друга, короче. Так вот, ну, вот, предположим, что душа попадает на эту, вот, высшую планету. Там она как-то косячит. Ну, вот, она захотела поненавидеть, поненавидела, там, карма у нее ухудшилась. Она рождается, например, на Земле. Ну, как бы, о нашей земной жизни там побольше написано, потому что про те, как бы, там, исключительно какие-то небольшие образы. Вот, а на Земле здесь довольно подробно описано, то есть, например, как вот они рождаются. В общем, суть в том, что пока ребенок в чреве матери находится, он еще помнит свои, то ли прошлую жизнь, то ли несколько прошлых. Я вот сейчас деталей не помню. Ну, а когда рождается, у него там ужас, сколько страданий, пока он рождается, и, в общем, он все забывает. То есть, это, ну, так предопределено, что человек забывает все свои прошлые жизни. И, соответственно, он не помнит, чего он как накосячил и почему оказался здесь. Ну, такая вот обманка. Так как он не помнит, почему он здесь накосячил, а пока армия ему положено отстрадать, то он начинает здесь страдать. Он не понимает, почему он страдает. Ну, и, собственно, ну, там, как бы, начинает там всех ненавидеть кругом. Косячить, опять же. Ну, и попадает либо на низшие планеты, либо на другую форму жизни, например, животных. Животную форму жизни. Вот. Дальше интересно, очень такая вот логический тупичок. Вроде бы, как, попадая в животную форму жизни, душа должна что-то понять, что вот она как бы накосячила, и надо там что-то менять ей. Но, собственно, сам Тарсунов пишет о том, что животные формы жизни не могут ничего осознавать. То есть, как бы, это такая штрафстоянка получается. То есть, накосячил, проходил там в виде какой-нибудь белки годик-другой, да, на штрафстоянке как бы посидел, потом обратно там в человека, возможно, или там, ну, не знаю. То есть, непонятно, какой нравственный подвиг должна совершить белка, чтобы стать обратно там человеком, или там попасть на какую-то супер планету. Вот. В общем, такой вот небольшой логический тупичок. У них есть, так называемое, накопленное благочестие, термин. Что это такое? Это, когда человек делает хорошее что-то, то у него появляется это накопленное благочестие. Ну, как в игрушках, да, там, броню себя, хипов. Вот это вот накопленное благочестие он может, как бы, использовать. То есть, ну, грубо говоря, как это происходит? А человек накопил себе там сколько-то этих бонусов, и когда он что-то делает неправильно, ну, начинает там какой-нибудь дурацкой деятельностью заниматься, то он от этой дурацкой деятельности получает наслаждение. То есть, он, как бы, ну, его никуда, ну, вот, как бы, если у него это благочестие обнуляется, то его жизнь начинает колотить по голове. А пока оно не обнулено, то по голове никто никого не колотит. Ну, там, типа, в крайних случаях. По сути, мир представляется ими, как такой большой, большая афера. Ну, не афера, как бы, бог такой вот обманщик, по сути, вот, решил обмануть людей вот таким образом. Ну, везде обман, короче говоря. То есть, если не читать веды, везде обман. Ну, если ты их, как бы, читаешь, то там все хорошо, типа того, что там просветляешься, все дела. Естественно, всем кришнеитам, ну, и не только хочется жить счастливо, как-то хорошо, чтобы все было. И, ну, надо для этого что-то делать, работать над собой. И вот, какие способы работать над собой предлагают. То есть, там есть так называемая маха-мантра. Ну, вот это вот, Хари-Хари, Хари-Хари. И все такое прочее. То есть, здесь, по-моему, я уж не помню, 16 слов или сколько в этой маха-мантре. Вот даже зачитаю цитату с одного ведического сайта. Нам нет необходимости прилагать массу усилий, чтобы достичь Кришну. Кришна сам говорит, я легко достижим. Нам просто нужно повторять вот это вот, Хари-Хари-Хари. Все 24 часа в сутки. Для повторения не существует строгих правил и регламентаций. Мы можем повторять святое имя. Но, вот, Хари, Кришна и Рама – это все имена Бога. Вот. Ну, по сути, одно и то же. Ну, там, сейчас скажу, как переводится. О, всепривлекающий, всерадующий Господь. О, духовная энергия Господа. Ну, вот, это литературный перевод. То есть, вот эта фраза на русском языке. То есть, на русском языке эта фраза якобы не обладает священностью. А вот, когда Хари Кришна говорит, что тут как бы она обладает священностью сразу автоматически. Вот перевели, и сразу святой стала фраза-то. Так вот, надо 24 часа в сутки без всяких регламентаций повторять. Мы можем повторять святое имя на улице или в метро, у себя дома или в своем офисе. Это не требует никаких затрат и не облагается налогом. Ну, счастье, короче, привалило. Вот. Суть, ну, вот как они объясняют. Типа, вот эта вот штука, ну, мантра, она обладает какой-то там супер бубновой космической энергией, которая очищает все, вообще, все очищает. Вот. Особенно психику, мне кажется, она очищает. От всего, что там было до этого. Ну, в принципе, действительно, если 24 часа в сутки повторять одну и ту же фразу, то очень серьезные психические изменения это вызовет. Даже на русском, если повторять, мне кажется, вот там доска-стена, доска-стена 24 часа в сутки, то станешь блаженным, вот, стопудово. Один из приемов выгонять мысли. Да, один из приемов выгонять мысли навсегда, по-моему. Еще у них, значит, что есть. Ну, если не читаешь святые писания, то тоже все плохо будет. Ну, писания, почитаемые священными. Причем, к священным писаниям они относят все. То есть, они как бы дружат со всеми, вот как такой кот Леопольд. То есть, Библия, священное писание, Коран, священное писание. Но они их так немножко интерпретируют. То есть, типа, Кришна там в виде Иисуса там написал Библию, грубо говоря, да? Кришна там в виде Мухаммада. Это там, причем, вот, насчет Мухаммада очень интересно. Они, как сказали, что, типа, вот, придет пророк, скажет, что он Бог. Ну, вот, типа, Иисус. И там будет все хорошо, там книжечку напишет. Ну, там, может, не своими руками, неважно. Будет книжка после него. А потом следующий пророк, который придет после него, он скажет, что он человек, а не Бог. То есть, он, как бы, соврет всем. И Мухаммад, как бы, он всем же говорил, что он человек, а не Бог. Просто человек. Вот. Но, вот, собственно, очень много лжи, вот таких вот каких-то ухмылок считается у них нормой. То есть, вот, сейчас не вспомню дословно, что там было. В общем, была у них такая легенда, ну, не легенда, ну, короче говоря, как бы эпизод в Хадавадгите, что ли. В общем, суть в чем. Был какой-то там, вот, на одной из высших планет какой-то там суперцарек. И царек этот, ну, что-то там, как бы, жестко вообще обращался со всеми. И Кришна пришел к нему в виде мальчика. И сказал ему, вот, вроде, ты такой крутой весь себя царь. Можешь ли ты подарить мне сколько-то земли? Ну, вот, столько, сколько я смогу шагнуть, там, три шага сделать или два шага, я уж не помню. Ну, и царь такой, а, да, давай, не вопрос вообще. И он начинает шагать, и там, типа, одним шагом он там перешагнул полселенной, что-то такое. И царь такой, о, нифига себе, все плохо, короче. Понял, что перед ним Бог. Но, по сути, что сделал Кришна? Кришна его обманул. Ну, если называть вещи своими именами, то он просто притворился мальчиком, хотя он мальчиком не был. И этого мальчика вообще не существовало до этого. И обманул царя. Ну, то есть, это нормально для них. То есть, ну, такие нравственные стандарты просто. То есть, собственно, та же Махамандра, это тот же обман, по сути. Потому что человек, как бы, себя не меняет, но думает, что меняет. Нравственные стандарты-то остаются теми же, потому что человек ничего не осознает. Естественно, у них материальный мир, это считается такое вообще, ну, жуткое место, где априори ум неспокоен, нестабилен, и вообще его слушать не надо, надо читать Махамандру. Кроме этого, ну, вообще материальный мир для них это что-то такое, ну, исчадья ада такое, скажем так. Хуже материального мира, только я не знаю, что, ничего не может быть просто. Вот. Ну, и надо отсюда побыстрее вырваться, естественно. Читать Махамандру и будешь на Кришналоке. Можно я пока добавлю тоже? Давай. По нравственности у них там есть гуну в ЮКС, гуна страсти, гуну немец, гуну на флаг. Да. Это можно соотнес и с типом строя психики? Не, я бы не соотнес. Это можно частично. Вот не вежество и страсть это одно и то же, по сути. Это больше они как зомби? Тот же животный, тип строя психики. Как зомби или как демон? Ну, демонизм можно сюда, да. А благости вроде как к человечному они относятся? Ну, типа, да. Только по сути у них как бы, что получилось-то? В принципе, я предполагаю вот такую тему, что, возможно, в древности действительно вот эти вот там у них брахманы были. И они описали то, что было в ведах. По сути, что было-то на самом деле? Ну, в принципе, можно почитать там другие документы исторические, ту же Библию или еще что-то, да. Животный тип строя психики доминирующий. Соответственно, они вот его и описали. И, ну, как бы все плохо. Вот можно либо так, либо вот как-то по-другому от него уйти попытались. Ну, вот как попытались, так получилось. Но они отказывают принципиально, как астрология, например, да. Вот в ВП писали в книге, по-моему, от корпоративности к соборности. Я вот точно не помню, у них там была глава про астрологию. Вроде там, то есть, они там как раз подняли эту тему, что астрология писалась кем-то когда-то давно. Ну, там, я не знаю, условно, 10 тысяч лет назад написали астрологию. Там, какие-то там догмы, вот эти всю научную теорию. Все написали. И до сих пор людей типируют по тому, что написали 10 тысяч лет назад. То есть, таким образом, люди, которые вот сейчас это делают, они отказывают человечеству принципиально в том, что мы можем измениться хоть на грамм. Что люди могут меняться, их нравственные стандарты могут меняться и так далее. То есть, ну, в принципе, в Ведах, как все написано, все, ну, Кали-Юга, там, все идет на круги своя. Там, сначала Золотой век, потом там Серебряный, Медный, Железный, там, по-моему, так. Мне больше всего нравится сам термин Золотой век. Почему Золотой, да? Такая обманка маленькая. Потому что Золото, по сути, да, почему ценно золото? Потому что бабло из него делают. А почему Золотой век называется, почему не Добрый век? То есть, можно было бы назвать это Добрый век, потом там, не очень Добрый век, или еще как-то, ну, какие-то термины придумать, или образные, или какие-то. А тут как бы Бабло, 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 Бабло. А сейчас вот как бы у них Железный век, это, ну, металл. Ну, ладно, как бы. Вот. Чем-то, да, сродни техносфера, но что-то вроде бы как описывает. Ну, вот, изменения человечеству, ну, человечество не может изменяться, по их мнению. Вот. Дальше что у нас еще? Ну, вот как раз про обрядовость, да, то, что... Они говорят, типа, ну, вот, человек хочет измениться, но не может. Надо там как-то совершить какой-то обряд, какую-то последовательность действий, и после чего человек меняется. Вот. Но меняется он, опять же, не понимая, что он сам изменил в себе, и почему он это изменил. То есть, ну, как бы мозги не включаются, все. Дальше можно... Вот, кстати, на эту тему у них тоже была одна притча, не притча, там, как это назвать, не знаю точно. Тоже там в Хадвадгите, по-моему. Короче говоря, один там был у них мужик, который... Ну, имя не помню, в общем, не суть, в принципе. Был этот... Решил этот мужик, там, супер себя прокачивать, там, духовно, все там... Ни о чем не думать, там, сидел, медитировал под елкой, все нормально. Ну, ничего не делал, естественно, труд для них это... Ну, не любят они, видимо, трудиться. Если русский человек может как-то психику свою упорядочить, принося пользу обществу, то у них это... Ну, может быть, им это и не надо было, потому что они живут в тропиках, и у них, как бы, пошел в лес, сорвал банан, и все нормально. Вот. У нас такого нет. У нас коллективизм. Ну, в общем, сидит он под елкой, медитирует, там, до какого-то 72-го или 80-го уровня домедитировался. И женщина приходит какая-то там особа, симпатичная. Ну, как-то она его там из этого состояния вывела. Ну, можно предположить, как. Ну, и он, в общем-то, женился на ней. Женился, завел детей. Да. Ну, и, в общем-то, через несколько лет уже, когда дети повзрослели, он опомнился, блин, что же я делаю вообще. И пошел обратно под елку. Вот. Но суть, даже не будем сейчас касаться, то есть, вот этой темы, там, монашества и отказа, там, от семьи. Суть в том, что результат неустойчив. Да, вот Махаман Тру читал, там, несколько лет, сидел под елкой, до 80-го уровня прокачался. Пришла какая-то женщина, потрясла там чем-то и все. Результат неустойчив. Причем, они это описывают, вот этого чувака, как будто он, ну, у них же все древние культ непогрешимости предков, да, все древние, они были суперкрутые. А мы сейчас все деграданты сплошные. Вот. И получается, как? Этот же человек, он был там супер вообще уровнем развития просто. Супер. Вот. И, тем не менее, результат неустойчив. Вопрос, почему? А потому, что он сам не понимает, что он делает. Самое главное, это то, что в этих всех медитациях нет переосмысления своего прошлого, осознанного, и переосмысления намерений на будущее. Это и есть, в принципе, изменение человека в лучшую сторону, осознанное. Вот. А когда это неосознанно делается, то это неустойчиво. Ну, я, в принципе, много наблюдал таких людей, которые там вот были, ходили в общество сознания Кришны, уходили оттуда, потом и пили, и курили, и что только не делали. Про совесть у них очень интересное воззрение. Так, вот здесь, по-моему, кажется... Не здесь написано. Ну, не важно. В общем, совесть, они считают, что есть такая объективная вещь, как совесть. Но она человеку необходима, но недостаточно. То есть, Бог не наделил, ну, не сделал человека самодостаточным. Ему нужен гуру. То есть, если человек будет прислушиваться исключительно к своей совести, то ничего хорошего из этого не выйдет. Она там как-то у них даже, как они говорят, типа ты ее слушаешь, потом она постепенно угасает и сходит практически на нет. И то, что ты слышишь, это уже какой-то шум просто. Собственно, поэтому нужно все сверять исключительно с писаниями и гуру. Если с этим сверил, все правильно, то значит, все нормально. Значит, это был голос совести. Если что-то не совпадает, то значит, как бы, Бог обманул тебя, и совесть твоя неправильна. Есть такое, как бы, у них ответвление, что ли. Ну, как есть, как бы, христианство, да. Есть у них там баптисты, небаптисты, много всяких ответвлений. И также у них много ответвлений, но разница в том, что они ведут себя как кот Леопольд, да, и все друг другу, как бы, все это считается ведоми, все нормально. Но, тем не менее, они имеют там взаимоисключающие, например, какие-то воззрения на мир. Ну, для них это нормально. Ну, такая, как бы, можно и так, а можно и так, и так правильно, и так правильно. Ну, шизофрения такая. Вот. В христианстве, вот, например, они такого, ну, особо-то не допускают. То есть, у них, как бы, вот, если мы, там, православные, то мы вот так вот считаем. А, там, католики делают неправильно, потому что, потому что, ну, у них есть какое-то объяснение хотя бы. Почему мы так считаем, почему по-другому неправильно. А у этих, как бы, все правильно. Чего, куда ни плюнь, все правильно. Вот. Ну, и эта веданта, она, в общем, такая, довольно-таки, интересная. То есть, у нее суть в том, что Бог спит, и все, вот, что есть, окружающая реальность, это сон Бога. Потом он проснется, и всего этого не станет. Все круто. И мы все, то есть, собственно, ну, не существуем, по сути. Поэтому, поэтому, очень интересная программка устанавливается людям в голову. Вот, они очень любят обвинять людей в том, что, ну, они, конечно, не говорят, что они обвиняют, но по факту это так есть. Они, значит, обвиняют людей других в том, что, ну, вот, тех, кто пытается что-то изменить, что-то улучшить. Они говорят, вот, воззрение на мир такое, что Вселенная наш дом, это эгоизм, разросшийся до масштаба Вселенной. Вот так вот. То есть, все, что мы видим вокруг, это не наше, создано не нами. Поэтому мы не должны здесь ничего делать. Ты просто, как бы, здесь тупо отживаешь свою карму, там, все там, подчищаешь. И, как бы, все. Да и вообще безразлично, ты ее подчищаешь или не подчищаешь, какая разница. Все равно, как бы, все это просто, ну, иллюзия. Вот такие веселые его зрения, оптимистические на жизнь. А? Да, их много разных. Но вот это вот одно из них. Самое трешовое. Но, как бы, тем не менее, оно легитимное у них. Самое, что интересно. Собственно, чем отличается теория кармы, ну, от всех этих прошлых жизней, прошлых грехов и так далее, она, в принципе, как бы, некоторые вещи объясняет в определенном образом. То есть, грубо говоря, есть теория эгрегоров, есть теория кармы. Чем они отличаются? Тем, что теория кармы все объясняет с позиции «это было когда-то давно, ты никогда не узнал». Ты знаешь, что, как, точно, почему, но это было. Когда мы предполагаем существование эгрегоров, то здесь получается, что все, как бы, происходит в режиме онлайн. То есть, ты накосячил, ты, ну, тебе там, ну, в общем, информация, она в режиме онлайн может считываться, и обрабатываться, и меняться. В теории кармы этого нет. То есть, в режиме онлайн ничего не делается. То есть, если ты накосячил, например, у тебя там этого накопленного благочестия, даже 200 хипов, то тебе ничего не будет вообще. То есть, ты можешь с этим накопленным благочестием, грубо говоря, как с аквалангом, купаться в море грехов, и у тебя все нормально будет. Вот. И потом, когда у тебя кончится, как бы, кислород, то там уже все будет плохо. Но до этого, пожалуйста, вообще, сколько угодно. Вот. То есть, все откладывается. Причем, возможно, даже, вот как они сами пишут, откладывается до следующей жизни. То есть, человек, как бы, всю жизнь, там, может пить, курить, морально разлагаться. И этим он просто сжигает свое накопленное благочестие с прошлых жизней. Там он, может, был, там, суперкрутым монахом. Он сидел под елкой 80 лет и потом растворился в песке. Ну, и, собственно, прям у него там этого благочестия много, в общем, очень. Ну, и, как бы, в следующую жизнь он может всю жизнь прожить здоровым алкоголиком. И все у него прям прекрасно. Счастлив, наслаждается, все замечательно. Если получил по голове, ты, вроде бы, все хорошо делаешь, но получил по голове. Случайно. Это из прошлой жизни могло тебе стукнуть. То есть, не в этой жизни, это не на прошлой неделе ты пинал кошку где-нибудь там. А это вот в прошлой жизни ты что-то сделал. Ты не знаешь, ты не узнаешь никогда, что ты сделал. Ты не знаешь, как тебе измениться, чтобы стать лучше. Но ты получил по голове. То есть, все очень справедливо и честно. Ну, Бог устроил по отношению к нам. Да. Все, все там. То есть, не факт, что здесь, все там. Вот именно. Объяснений никаких быть, в принципе, не должно. Особых. В общем, я даже нарисую схемку, такую, какую рисует товарищ Гадецкий. Фамилия говорящая. Суть в чем? У них как бы есть, ну, вот разум, есть чувство. А как бы ум, это у них аналог интеллекта. Ну, если... Ну, у них ум это такое специфическое как бы понятие. То есть, для них ум то же самое, что для обычных людей, как бы интеллект. То есть, просто понятие объясняю. Ну, и, собственно, чего? Есть разум, есть чувство. У женщин ум ближе к чувствам, у мужчин ближе к разуму. Вот, соответственно, отсюда у них, для них все беды и начинаются. То есть, получается, как? Балансировать ничего не нужно. Женщине не нужно быть разумной. Ну, они даже, у них есть запрет, в принципе. Я, кстати, так предполагаю, для вот ведической культуры запрет женщинам получать знания, вообще думать своей головой, в частности. Вот этот вот... Ну, его можно назвать запретом, на самом деле. Как бы они не запрещают, но по факту это запрет. Я так понимаю, это запрет на демонизм. То есть, возможно, они тогда это придумали для того, чтобы не было женского демонизма. Чтобы их матриархат как-то упорядочить. Не убрать, а упорядочить именно. Потому что, по сути, вся ведическая культура взаимоотношения мужчины и женщины – это матриархат. Только он в скрытой форме. Так, чтобы самец думал, что он самый крутой самец. Ну, даже не думал, но впадал в иллюзию, если называть. Да-да-да-да-да, вот. Да-да-да. То есть, женщина вокруг мужчины создает некий информационный фон, благодаря которому он входит в нужный ей режим самоуправления и выполняет все, что она хочет. При этом считается, что мужчина, он, как они говорят, не имеет желания, не имеет вообще желания к совершенствованию чего-либо. То есть, как бы, если… Ну, вот, есть, как бы, и есть. И ничего не надо мне. А женщина, она его мотивирует. То есть, самомотивироваться мужчина не может. Вот. Ну, из этого, как бы, такое положительное отношение к матриархату. Но матриархат у них очень упорядочен. То есть, женщина создает, кроме вот этого информационного поля, чтобы мужчина делал, что ей надо, женщина еще создает мужчине некий вольер, чтобы он в нем комфортно себя чувствовал. То есть, она не должна на него кричать. Ну, там все написано, как бы, как ей нужно себя вести, что говорить, как говорить. То есть, это такой вольер, чтобы он чувствовал себя в нем комфортно, вот, чисто эмоционально. И чтобы он, ну, вообще чувствовал мало. Вот. То есть, у него же вот здесь ум, и ему сюда не надо. Вот. Он чувствует себя комфортно, потому что, если он начнет эмоции какие-то ощущать от того, что происходит, в принципе, матриархат, и он управляемая матрешка, то, как бы, он начнет там, может быть, как-то думать, соображать, да, никому это не надо. Ну, и женщине тоже думать и соображать не надо, в принципе. То есть, тут либо вот такая вот система взаимодействия, либо иди под елку, медитируй. Вот этот вот уход от демонизма, он, может быть, и был хорош когда-то. Вот. Но сейчас, понятное дело, что, ну, нужно двигаться дальше. Вот. И, собственно, этим вот, тем, что люди отказывают человечеству в изменениях, да, в том, что, например, женщина может быть разумна и чувствительна одновременно, как и мужчина, это вот не приветствуется у них. Для них это, в принципе, невозможно и не нужно. Потому что, вроде бы, и так хорошо. Но если послушать, ну, вот, многих из них, да, вот у меня есть знакомая, она ходила на йогу, там много вот таких вот виданутых, и она говорит, я послушала разговоры просто, вот, девочек друг с другом. Все разговоры заключаются в том, что я начиталась там каких-то лекций, там, какого-то там, ну, там, Торсунова, не Торсунова, не важно. Вот. Начиталась и пробую это на мужа. Я нажимаю на кнопку, получаю результат, он получается вообще замечательный. То есть, я вот, как бы, я вот сказал ему так, а он сделал вот так, как мне надо, ну, вообще супер. Вот. Но все это все равно, как бы, по сути, в режиме зомби-биоробота, потому что все желания их, вот, интересный такой, кстати, момент, они все говорят, что вот Кали-Юга, это вообще, ну, материализм, победа материализма над духовностью. И, то есть, что такое материализм? Потому что люди желают исключительно материальных каких-то благ себе. То есть, там, бабла, машину, там, квартиру, сапоги, платье, еще чего-то. Вот. И сами же они в своих лекциях, там, вот, ну, какие могут быть у женщины желания? Ну, вот, платье там себе купить, ну, сапоги, там, еще чего-то. То есть, они, по сути, сами порождают вот эту Кали-Югу, благополучно ей управляют, вот, и благополучно насаждают женщинам исключительно материальные желания. Я не слышал ни разу ни одного ведиста, который сказал бы, чтобы вот женщина пожелала написать стих или прочитать книгу. Не было ни одного, не слышал ни разу. И, наверное, не будет. Вот. Вот. То есть, такого нет принципиально. Исключительно, то есть, вот, сапоги, платья, там, вот, всякую вот эту требуху, да, там, хочу себе цветочки, хочу себе, там, еще чего-то. Вот. Больше ничего хотеть не нужно. Либо под елку, либо цветочки и машину. Детей рожать положено, да. Воспитывать их, ну, в своих специфических традициях. Вот. Очень они, очень оберегают мальчиков, мужчин вообще, от женщин. То есть, заставляют женщин делать вольеры для мальчиков с детства. То есть, чтобы он рос в таком психологическом комфорте, что он, ну, женщина на него не давит. Потому что, если женщина начнет давить, то мальчик с этим не справится, бедный и несчастный. Вот. То есть, не предполагается, что мужчина вообще может с женщиной разговаривать. Ну, там, разговор на равных особо не предполагается, но, вот, вообще, разговор на равных, да, вот, если тебе что-то говорят, на тебя что-то давят, ты отвечаешь. Вот. Этого нет. И, причем, то, что можно ответить адекватно и разрешить ситуацию конфликтную, даже если конфликт начался со стороны женщины, этого особо не предполагается. Вот. Только, исключительно, там, может быть, какими-то, там, ужимками, ухмылками, которые прописаны там где-то. Вот. А конкретно разрешить ситуацию, потому что, если, например, женщина повышает на мужчину голос, там, или еще как-то, то, ведь конфликт не в том, что она голос повысила, а почему она это повысила. Вот. Ну, это, как бы, уже вопросы другие. Брахманы – это те, кто, ну, грубо говоря, аналог какого-то там а-ля предиктора. Ну, то есть, они, как бы, предвидят будущее, там, планируют, как что должно быть, как что должно выглядеть, туда-сюда. Они говорят это к шатриям, к шатрии уже занимаются управлениями, ну, управлением непосредственно, то есть, они исполнители, исполнители-управленцы, вот так. Есть торговцы и есть ремесленники, ну, и вот говорят еще, типа, есть пятая каста, быдло непрекаянного, которые неприкасаемые, да, так называемые, которые там в коробках живут, просто. Какое научное обоснование выходит на это деление касты? То есть, какой-то жилист обоснование? Кришна так создал. Пойдет такое объяснение? Вот, то есть, ну, типа, люди делятся изначально вот так вот, то есть, человек рождается, вот он брахмалом родился, а если он при этом, там, что-то не тем занимается, да, там, либо накосячил в прошлой жизни, либо молодец в прошлой жизни, и все. Не, не обязательно порода, но... Ну, там, как бы, они спорят друг с другом до сих пор, по-моему, на эту тему. И никак... Решает тот, кто главный самец, я так понимаю, либо самка. Вот так вот все решается. Кто самый авторитетный? А? В течение жизни нельзя. То есть, ну, там как... Кстати, они сами себе немножко противоречат в этом плане. У них там написано, что если ты, например, родился в низшей касте, ну, вдруг тебя что-то проперло, и ты решил, там, учить людей, там, чему-то духовному, хорошему и так далее, то ты можешь это делать, если, ну, как бы, на то воле Бога, грубо говоря. Ну, что-то такое у них. То есть, вопрос, как бы, в чем? Либо мы делаем вот эту вот догматику насчет того, что у всех касты, либо на все воле Бога, действительно. Это две взаимосключающие вещи, по сути. У них, нет, у них сначала наступила кали-юга, и в результате кали-юги смешались касты. И они очень авторитетом любят давить. У них же все вот эти, все Тарсунов, он там какой-то доктор, там, какой-то аюрведы. Там у них у всех званий этих регалий, вот сколько. И он приезжает такой и говорит, я тут вообще-то, между прочим, кандидат там аюрведических наук. И все такие сразу, батюшки, нифига себе, надо его слушать. Раз он кандидат-то, чё? Вот, он же авторитет, всё, как бы. И вот толпа элитаризм, ну, как бы, если толпа элитаризм в голове, то они это слушают и такие, а, ну да, всё. Вот. И так вот всё и получается. То есть у них же кастовость, это всё вот это, вот, короче, и это у них очень развито. Ну и плюс к этому, они же жрать готовят вкусно. Это животный тип строя психики, он же, вот. У них же, как, считается, что в пище должно быть семь, кажется, вкусов. Там, специи у них вообще навалом. Я вообще этого жрать не могу, например, у меня желудок болит. Ну, как бы, они вегетарианцы, но полная занятость женщине обеспечена. То есть разум включать не нужно. То есть ты там сидишь два часа за плитой, готовишь, чтобы у тебя там эти семь вкусов были. В принципе, конечно, такая еда в их культуре придумана не зря, я считаю. И, возможно, даже правильно. Потому что вот вся эта острая пища для них в их климате, она нормальна. Потому что у них всё портится, ну, за час. Вот тоже молоко там, я не знаю, они же, у них, вот, очень интересная тема, это коровы у них. Ну, попозже чуть-чуть договорю про еду. То есть вот эти специи, острота, она, как бы, пища не так портится. Поэтому для них это нормально. Да, если испортится, не так чувствуется. Да, новая послевкусие. Да, чтобы чакра лишняя какая-нибудь открылась. А у нас-то, как бы, у нас же совершенно другая культура, другой климат. У нас вот гречка, да, и яблочки молодильные. Вот мы ели всю жизнь, нормально нам. Вот, но они, как бы, они бездумно переносят вот эту вот культуру сюда. И говорят, ешьте нашу пищу. А зачем нам есть их пищу? Я вот не понимаю. Вот у меня в саду яблоки растут, я их ем, мне нормально. Давай. Все-таки есть некоторая польза в этих всех приправах. И они, как бы, конечно, вносят механически всю вот эту культуру, в том числе и приготовление пищи, ну вот у нас же сейчас. В этом, в чем разница-то? Там люди наедаются, и действительно, они чувствуют такой душевный подъем. Во-первых, потому что у них насыщается эмоциональная вот эта оболочка. Это эмоции? Это эмоции, да. В принципе, вот... Пища, как эмоциональный наркотик. Ну да, но в принципе, насытить эту оболочку... Заеды кивают, понимающие. Насытить эту оболочку все-таки необходимо. Когда приходишь домой, хочешь есть, ешь, наедаешься, забиваешь желудок, а эмоциональная оболочка, она, как бы, не насытилась, потому что ты быстро ел. Ну, можно сказать, что здесь надо просто распространять культуру правильного жевания, так сказать, а не приправы. Но в какой-то степени приправы это компенсирует. То есть ты не наедаешься, и при этом чувствуешь... Ну, как бы, не набиваешь желудок, но при этом чувствуешься, как бы, таким насыщенным. И у тебя настроение, соответственно, улучшается. И вот, как бы, это несколько более сложная вещь, чем вот просто вот это плохо, а вот это хорошо, там, молодильные яблоки. И еще хотел сказать, что вот я неправильный вопрос задал насчет, когда кто-то видит чью-то матрицу другого человека и говорит ему плохая карма, он действительно что-то видит, что этот человек в плохой, где-то в чем-то плохом. А вот что они видят? Они говорят, что у тебя плохая карма, что у тебя плохие... Ну, в прошлой жизни ты был, там, плохой человек. А на самом деле они видят просто подключку его, куда он подключен. То есть, там, в этих ведах тоже есть, как бы, частички такой правды. Там есть какие-то, там, экстрасенсы, у которых экстрасенсорные способности. Они просто говорят так, а на самом деле немножко по-другому. Интерпретация. Факт. Да. Но люди ведутся. Это, как это... Это факт. То, что если ты очень любишь есть, то это, как бы, грешно, вроде как. Ну, это же страсть. И они это каким образом решают? У них там есть специальная молитва перед едой. Они там говорят, типа... Ну, как бы, не то, чтобы... Ну, вот, типа. То есть, они говорят, что я вот это сделаю сейчас, вот обожрусь, короче, ради, там, любви к Богу. Вот. Но алгоритмика такая интересная. Вот под такую алгоритмику можно, там, я не знаю, насиловать, убивать и так далее. То есть, ну, забавно. Еще вот про коров хотел рассказать. У них же корова считается священным животным. И молоко это считается, там, супер-бубновой, благостной пищей. Вот. Я просто... Мне интересно было вообще, когда я еще изучал тему, там, веганства и все такого. Вообще, вот, что такое молоко, что такое коровы. И наткнулся я на замечательную статью, которая все объяснила. Эта статья, называя, ну, про туров. То есть, корова это мутант, по сути, выведенный людьми. Раньше были туры, совершенно автономные животные, которые не зависели от человека. Им не надо было, чтобы их доили. Они прекрасно справлялись с любыми хищниками. Это были здоровые, такие очень мощные животные, которые, ну, вот, совершенно автономно жили. Они очень были мощные, и хищников, они могли просто, ну, если на них нападали, они либо отбивались, либо вообще убивали их. Они сами были тоже травоядными, все, как бы. И люди хитростью, да, хитростью их приручили и стали эксплуатировать. Они мутировали. Последний тур умер, ну, вот, по этой статье, согласно этой статье, там, где-то в 1500-ом, что-то там году. Вот. И остались, соответственно, только коровы. И корова это мутант, причем мутант очень символичный, да. То есть, то животное, которое зависимо от человека и эксплуатируемо им по полной программе. Вот. И вот это они почитают за священное животное. То есть, по сути, корова это такая же вот чихуахуа, которая чихнет, и у нее там глотку разорвет от этого. Вот. Ну, аналог такой же. То есть, это же мутант, который не способен жить на природе. Он исключительно зависим от своих хозяев. И почитать такое животное в качестве священного, это зависит, ну, тоже говорит о том, что кто-то зависит от своих хозяев. В чем разница между эзотериками? Разница есть, на самом деле. У эзотериков, у них, ну, я бы сказал, у них много разных учений, но они достаточно более, я бы сказал, жизнеспособны. Вот. Потому что, если ведисты, их периодически клинит просто. Как мне рассказывала девочка одна, был такой случай, там Новый год они отмечали. И там в квартире что-то было много очень молодежи. И с утра, ну, в общем, там, как бы хозяйка квартиры, девочка и так замаялась уже, как бы, все вот это вот делать, постоянно что-то туда таскать, туда-сюда. И вот стоит он, этот кришнаид, с утра, там, гора немытой посуды и такой ждет, типа, чтобы девочки ее вымыли. Вот. Ну, ему, как бы, сказали, что он немножко, ну, борзянки объелся. И, ну, он, вроде, понял. И потом он помыл посуду, для него он совершил подвиг, в принципе, за который он на руках носить должен. И он, как бы, ждет вот такой похвалы, короче. Такой, мне должны сказать спасибо, вроде того, что. Ну, в общем, там выяснили потом этот вопрос, поблагодарили. Но, так вот, забавно, то есть, их клинит периодически, а эзотериков их не клинит. То есть, они более такие, да, то есть, у них нет таких вот догматик. То есть, если тебе сказали так, то ты скажи так, то там, вот, всего этого нету. То есть, у них там просто вот какие-то там энергии, чакры, прокачка, туда-сюда. Но это демонизм больше такой. То есть, они вот именно себя прокачивают, такие крутые становятся, ну, какие-то сверхспособности. Ну, это вот, знаешь, когда у человека нет какого-то определенного четкого цели, смысла в жизни, то он начинает себя прокачивать бесконечно. То есть, он такой, о, все, я там 80-го левела, весь такой крутой, там, туда-сюда. И вот это вот, по сути, эзотерика. Чем славяно-арийские от шляпы вот это вот отличаются? Чем они отличаются? Да я говорю, вот в основном это нацизм. И, а, у них что, у этих теория, у этих только касты, а у тех, кроме касты, еще расы. Вот, то есть, вот вчера как раз товарищ-то рассказывал, что... Про расы? Про славяно-арийские. А, ну, у них как бы вот в своей среде тоже так же есть касты. Вот, там, грубо говоря, какой-нибудь там Хиневич, который, значит, весь из себя волхв. Он говорит к шатриям, что делать. Ну, у них они не к шатри, а витязи называются. Витязи, потом идут, я не помню, как зовут, а, Веси, по-моему, этих зовут, там, торгашей, ремесленников. А смерды, это шудра, это, как его, индийская, а вот в славяно-арийском они употребляют термин смерды. Не знаю, насколько это адекватно. Ну, типа, ну, да, там много иерархии. А у этих-то, ну, так, как у них мир начался. Ну, у них тоже там как-то все это... Да. Да, сварок все сварганил. Или, может быть, не сварок. Ну, в общем, там вот суть-то в том, что сварганил темных и светлых. Темные и светлые, они отличаются, как бы, чем их можно различить? Тем, что темные, они, как бы, концентрируют материю, а светлые ее расширяют. Вот, то есть, темные это, например, ящеры, они же евреи, и, ну, по них мнению, они же серые. И, как бы, они вот, типа, концентрируют, ну, там, все в бабло мне, короче. Вот, а великие, там, святорусы или, ну, не могут же они себя просто русскими называть? Они святорусы. Вот, и они, как бы, светлые, потомки светлых богов. Ну, и, соответственно, они должны расширять все, как бы, материю там. Ну, короче, делать добрые дела. Вот, те, как бы, все себе гребут, эгоизм сплошной. А тут, как бы, коммунизм только кастовый. То есть, такая вот тема. Вот, ну, и, в принципе, отсюда, там, у них, как бы, все, ну, с разных планет. То есть, например, там, негры с одной планеты прилетели, китайцы с другой. Вот, белые считаются самой крутой расой, самых светлых богов. Негры с другой планеты, они, там, какие-то стрёмные. Евреи, это, вот, значит, вообще, пришельцы, ящеры от тёмных. А китайцы, ну, вот, всех, как бы, азиатов, они считают сотворёнными. Ну, то есть, как бы, это, типа, вот, наш проект. Ну, там, славяно-арийцы, там, как-то, по-моему, их они создали сами. Ну, или кто-то другой их создал. Ну, они, короче, типа, неизначальные. Вот. Ну, и, соответственно, принадлежность к... Один только факт принадлежности к белой расе, он даёт человеку превосходство над всеми остальными и радость от того, что он потомок светлых богов. Вот. Ничего тебе не надо делать, ты уже хороший. Тебе просто надо вспомнить, что делали твои предки и что там, в общем, было. А у них есть что-нибудь, которые там души по планетам подчеркивают? Да. Да. Да, у них, у них есть чистилище. Например, ну, ты вот здесь живёшь-живёшь, умираешь, попадаешь в чистилище. Там с тебя, типа, грехи снимают с души. Потом возвращаешься обратно. Ну, типа, есть ещё какой-то у них этот, по-моему, ну, короче, типа, санатория. Там отдыхаешь от жизни. А потом возвращаешься обратно, как бы, там, в бой, там, за предков туда-сюда. Если брать религиозную сторону жизни наших предков, то следует выделять несколько явлений в ней. Первое явление – это язычество. Язычество, данный термин, именно в понимании нашим, концептуальном, как общение с Богом напрямую. То есть, считается, что у нас на Руси была одна из самых менее порочных культур, и люди напрямую общались с Богом. И ещё есть теория, что Иисус, ну, несколько лет своей жизни, которая неизвестна, он тоже был на Руси, вот, и впитывал те знания, которые он потом дальше распространял, в том числе и из нашей культуры. Вот, и именно общение с Богом напрямую, оно там было. Вот. Второе явление, которое уже стало более поздним явлением. Вот, кстати, если касаться Вет, то, в принципе, в Велесовой книге, если, ну, там много разных переводов и спорных моментов, но одно есть там интересное такое мнение, что язычество, Бог, он и един, и множественен. Вот. То есть, и многие концептуалы сделали из этого вывод, что у наших предков понимание вот Богов с маленькой буквы «Бог», да, как множество Богов, это просто у них было понимание эгрегоров по-нашему. То есть, они не отождествляли их с Богом, который там один выше всех. Вот. И, то есть, они под природными разными явлениями, ну, называли эгрегоров и давали им имена определенные, но относились к ним просто как к явлениям. Вот. Хотя потом, через какое-то время, это, ну, сталося обожествле, а постоянно нарастал, нарастал, нарастал культ вот этих явлений, начали поклоняться им вместо Бога, и появилось многобожие. Вот. То есть, они перестали, ну, уже тот Бог, который был выше всех, они к нему перестали обращаться и, как бы, начали просить там то, что они хотели. Но, опять же, отношение такое потребительское. «Дай, помоги там». Хотя, ну, может, и в каких-то случаях необходимо обращаться за помощью к Богу. Вот. Но каждый день просить по всяким пустякам Бога, да, как-то с нашей позиции это, наверное, не очень хорошо. «Дай, приносили». Да, жертвы приносили. Ну, в основном в виде каких-то продуктов от урожая. Вот. Ну, потом уже в более поздние времена уже и кровавые жертвы были, то есть находили раскопки, где массовые были ритуальные жертвоприношения людей. Это уже в более поздние времена, когда уже начал библейский проект здесь осуществляться. Кстати, а можно прям добавить к этому моменту? Сейчас вот мысль пришла, что вот это вот жертвоприношение само по себе, это вот тоже алгоритм животного типа строя психики. Как, вот знаете, вот кошки, иногда они поймают мышку, и они взбах ее приносят человеку, и такой, вот смотри, я поймал. И вот здесь как бы, да, вот люди там посадили урожай, и такие, вот посмотри, я это сделал как бы. Ну, вот какая-то вот такая алгоритмика. Вот следующее явление в духовной жизни наших предков – это магия. И магия делится на естественную, личную, как общение человека с Богом, еще это мы называем эгрегорельно-матричным управлением, и на ту магию ритуальную, которую проводят жрецы, вот, ну, управляя толпой. Вот, когда создается некое священное действие, большинство людей не понимают, что это им не истолковывается полный смысл. Ну, то есть тут элементарное то, что мы обсуждали, да, как в эгрегоре есть статус. Вот, есть программисты, которые придумали этот ритуал, остальные – дойные коровы, которые это все выполняют, и создается некая мистерия. Вот. Обряды верия – все это вот здесь. Я понял, вот этим занимались не только обычные люди, но и зрители, потому что и вот всеми этим они. Да, и дело в том, что все вот эти явления в жизни наших предков, они присутствовали, ну, на разных этапах, каких-то было больше, каких-то меньше. Вот. И на более поздних этапах начало вот многобожие и ритуальщина. Так вот, вопрос, если с наших позиций, чему должно быть место в культуре, то это только вот язычеству, как связи каждого человека с Богом, общение через язык жизненных обстоятельств, и, естественно, личностной магии сокровенной, как общение человека с Богом. Вот. А всему остальному, вот многобожию, там, ритуальщине, догматизм, опять же, ну, догматизм, то, что в Священное Писание, почитание его, как непреложное истинное от Бога, нескончаемое, этого быть не должно, на наш взгляд. Вот. А вообще, если связь просматривать с библейским проектом, но, опять же, есть такое мнение, почитать об этом негде, просто вот делается такое предположение, что наши жрецы, да, они, когда перестали заниматься вот этим и начали постепенно усиливать вот эти составляющие духовной жизни, то, по сути, они начали терять, да, ну, во-первых, они, да, концептуальную властность свою потеряли, а во-вторых, ну, люди, как бы, у них же внутренняя совесть, совесть-то, она подсказывает, что вот это правильно. Вот, то есть, они начали пасту свою постепенно терять, потому что были, наверное, и те люди, которые отделились и сказали, нет, мы не будем поклоняться там богам, потому что бог один, то есть, наверное, на Руси тоже какое-то шло расслоение. Вот, и вот это расслоение, и, опять же, нежелание принять жречеством функцию глобального управления, глобальная ответственность, когда пришел Андрей Первозванный в первом веке, то есть, они же с Иисусом общались, а потом, когда пришел Андрей Первозванный и начал рассказывать, что Иисус принес себя в жертву, искупил грехи человечества, теперь это наш бог, ну, у них, они же понимали, кто такой Иисус, у них, естественно, реакция, что ты за фигню несешь вообще, мы с ним общались, и он вообще такого не говорил, вот. И перед ними стал вопрос, либо предложить, ну, новую, как сказать, новый проект глобализации, потому что вот эта религия, она стала распространяться, и Андрей Первозванный, он не просто приехал, он крестить приехал всех в свою религию, вот. У них был вариант какой, либо сказать, что, ребят, у вас что-то не так, и поехать там в Византию, и начать тоже как-то участвовать в тех религиозных реформах, которые происходили на тот момент в Европе, вообще на планете. Вот. Но они сказали просто, иди отсюда, мы тебя не будем слушать, вот. И, то есть, вот, 9 веков, да, там сколько, они замкнулись на себе, вот, что там в Византии какая-то фигня затевается, а у нас тут все хорошо, моя хата с краю ничего не знаю. Вот, вот, замкнутость Руси на себя, любимую, то, что мы такие хорошие здесь и непорочные, это, вот, самая плохая черта, самое... То, что нам до сегодняшнего дня возвращается обратной связью, все наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они, в том числе, вот из-за этого. И войны все, в принципе, за последние 2000 лет, они от этого, от того, что на Руси не стали брать на себя глобальную ответственность. Вот. А ведизм, это, по сути, и Библия, это, по сути, из одной и той же бочки, разлив-то. Просто управленцы-то этих проектов одни и те же. Ведический был запущен раньше, просто, чем библейский. Библейский был заточен под новую эпоху, под новых людей, как бы, чтобы их тоже до конца вписать в свой проект. Вот. То есть, веды и Библии, они писались одними людьми, и почерк этот виден, там очень много... Там заезженная пластинка же повторяется, и то, что в жертву себя Бог приносит, страдает там... То есть, искупление грехов, там все заезженная пластинка, что в Библии, что в ведах, да, мы сравнивали. В славяно-арийских там есть то, что тоже мессия, мессия, которая спасет людей, вот эти всякие. А, ну, них оттуда. Да, то есть, откуда оно там? Да, да. То есть, там эти все мифы, они тоже повторяются, присутствуют. Вот. Что еще? Поэтому надо различать, вот когда общаемся, да, с такими людьми, вот сторонниками вот этих теорий, надо различать русское, что такое черта, что такое русскость, как черта мировоззрения, вот, и что такое ведизм. Это разные вещи. И в определенное время произошло, видимо, размежевание на Руси русских, Русь, как некое явление цивилизации, от ведической корпорации вот этого знахарства. Оно наверняка было, это размежевание. И вот эти ведисты, они перестали быть русскими, утеряли свою русскость. Почему? Замкнулись на себе. То есть русский стало словом прилагательным за тысячелетия, неспроста. Это принадлежность к цивилизации. У этой цивилизации есть определенная миссия, есть определенные свойства. Как только человек перестает нести вот ту миссию, с которой эта цивилизация существует, он перестает быть русским. В том числе вот замкнутость на себе, национализм. Они очень обижаются, ведь в беседе. Сразу нельзя такое им говорить, только через какое-то время, подготовив человека, можно о таких явлениях говорить. Они очень обижаются, что ты говоришь, что большинство националистов, они не русские люди, утеряли свою русскость. Для них это прямо очень обидно. Ведь есть термин великороссы, да, ведь, если уж брать националист, тогда великоросс, вот так вот, если народ. А вы не русский, то есть тяжело общаться. Ну, надо... Вопрос любого беседы, как я уже говорил, сводится к смыслу жизни. Если выводишь на смысл жизни и образы Бога, то тогда, если человек к совести прислушивается, можно, в принципе, к общему мнению прийти, что такое русский человек. А если он замкнут и он догмами мыслит, но тогда найти общий язык, в принципе, с такими людьми не получается. Что приводит, по сути, людей к ведам, к ведической культуре? Вот выделил четыре пункта основных. Вера... Ну, вот первое самое, да, это вот вера в истинность авторитета. То есть, если мы подчинены авторитету, да, вот как там говорилось в фильме «Дух времени», «Горе тому, кто примет истинность авторитета за авторитет истины». По-моему, так. Вот. Это именно в этом случае. Потом, второй момент – это страх неизвестности. То есть, человек боится, что в жизни случится что-то, что он не знает. А в ведах там ведь как? Там ведь все прописано. Случилось это – делай так. Случилось это – делай так. Если случилось что-то не по ведам, то надо как-то это интерпретировать так, чтобы это было по ведам, и сделать то, что написано там в этом пункте. Вот. А если уж вообще не по ведам, то это, значит, демонизм какой-то там чертик, короче, бегает. Вот. Надо читать Махамантру. Тоже выход. Вот. То есть, вот самостоятельно мыслить вообще, как-то вот жизнь непосредственно воспринимать. Это вот очень большой страх у людей этого. Поэтому они идут вот там, где все написано. Все обо всем. Вот. Опять же, неприятие языка жизни. То есть, человек боится сказать себе правду о том, что вот, ну да, действительно, я вот вчера что-то плохое сделал, или вот прямо сейчас у меня мысли о чем-то не том. То есть, проще все это оправдать действительно тем, что, а, вот в прошлой жизни я, наверное, чего-то там не знаю чего. Вот. Ну и, собственно, нелюбовь к миру, отношение к миру, как к гостинице, ну, это проще гораздо, да? То есть, ты вроде бы просто делаешь то, что написано, и все, и больше ничего делать не надо. А каким-то преображением мира заниматься здесь не нужно. Только вот читай, как бы, Маха-мантру 24 часа в сутки, и все хорошо будет. Вот. Потом следующий момент. Цели. Ну, цель вот именно законсервировать все и не дать развиваться людям, по сути. Вот это такая, можно сказать, основная цель ведической культуры, возможно, неосознаваемая. То есть, не обязательно ее писали как сценарий, там, со злым умыслом. Возможно, писали искренне, с благими намерениями, но просто сейчас уже понятно, что это именно не дать человечеству развиваться. Вот. Но есть, как бы, мысли по поводу того, почему... Ну, расскажу просто несколько своих догадок. То есть, раньше же были атланты, и вот, например, фильм «Запретные темы истории», очень много о них рассказывает, что была тоже, как бы, технологическая цивилизация, где было много разных технологий, очень крутых и интересных. по многим мифам древних народов можно, собственно, много узнать о том, какая была нравственность у этих атлантов. Не зря в Библии есть, вот, например, несколько моментов, где они отрезали головы гигантам за то, что они над ними, ну, давляли толпы, элитаризм там устраивали жесткий. И это не единичный случай, то есть, там на разных островах тоже есть примерно схожие легенды, что вот были великаны, которые давляли над людьми. Древнеегипетский миф тоже самое. И вот, например, они рисуют там всех этих синемордах товарищей, особенно вот со слоновьями, головами. то есть, суть в чем, как бы каждый рисует так, как он понимает, да, вот многие вещи там-то, летающая птица, да, что такое летающая птица. Если человек не знает, что такое самолет, он назовет это летающей птицей, железной птицей или еще как-то. Вот. И вот все эти хоботы, возможно, это просто какие-то приспособления так называемых богов. Просто там, ну, вот, грубо говоря, есть противогаз. Вот у него вот этот вот шланг идет как раз, примерно из носа. Вот. Ну, а синие, я не знаю, почему они синие. Может быть, все просто. Вот. Может быть, не так, не знаю. Но, в общем, суть в том, что они физиологически отличались просто от нас. И, может быть, как вот даже в этом банальном случае, да, когда какие-то там американцы или европейцы прилетели каким-то там аборигеном, я уж не помню, каким-то там, и скинули им с самолета гуманитарную помощь, да, и потом там через 20 лет к ним прилетели, и там они из соломы собрали этот самолет и поклоняются ему. Вот. Возможно, даже вот так вот все было. Вот. Ну, в общем, в принципе, в принципе, ну, вот эту вот схемку с эмоциями я нарисовать не буду, можно просто рассказать ее, то, что все-таки эмоции, да, это сигнал из бессознательного, то есть это та же информация, и мы ее должны также интерпретировать, обрабатывать разумом, и... А если человек этого не делает, то мало чего хорошего из этого получается. Ну, практика, критерии истины, да, ты потихонечку, потихонечку, как в доту-то, барабан наполняешь, да, и все как бы получается. Продолжение следует...